Бажаю здоровья, шановные украинцы! Сегодня много внимания к тематике Крыма. Возможно, историки когда-нибудь определят, сколько людей было убито из-за использования России и Крыма для террора. Десятки тысяч, сотни тысяч. От Украины, Грузии до Сирии и более отдаленных регионов. «Присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и для глобальной стабильности. Не может быть безопасным Черноморский регион, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и продолжительного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу». Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом, его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет, но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма. Мы положили начало Крымской платформе – ключевой дипломатической площадке для работы по освобождению Крыма. Крымская платформа будет работать и в этом году. Мы уже готовим этот саммит. Крымская тематика звучит на всех международных площадках, где обсуждается российская война против нашей страны. История глобального реагирования на захват России и Крыма, точнее, недостаточность такого реагирования, служит сейчас одним из лучших аргументов для усиления санкций против России. Мир начинает признавать, что в 2014 году ошибся, когда решил не давать ответа в полную силу на первые агрессивные шаги России. И, конечно, мы уделяем должное внимание борьбе за права и историческую справедливость для коренных народов Украины – крымско-татарского народа, караимов и крымчаков. Сегодня, в Международный день коренных народов мира, нам действительно есть что сказать. Прошлым летом был принят фундаментальный закон о коренных народах Украины. Этим законом признаются права коренных народов и представительные органы коренных народов. Украина – многонациональное государство. На нашей земле на протяжении веков жили и живут разные национальные сообщества. Но большинство из них имеют свой опыт создания государства за пределами Украины. Наше же государство – родное для народов, чьи национальные культуры и стремления формировались в Крыму. Поэтому, когда мы работаем для освобождения полуострова, мы боремся и за восстановление территориальной целостности нашего государства, и за возвращение дома коренным народам Украины. Я верю, что так будет. Я знаю, что мы вернемся в Крым. И я благодарен всем нашим партнерам и международным организациям, которые помогают нам в этом. Пока рано разглашать все детали, но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весома и представительна, чем в прошлом году, когда в Киеве состоялся первый ее саммит. Формат будет другим, но значение еще большим. Готовим новые решения по защите и помощи в реализации прав коренных народов Украины. Готовим и программы экономического обновления нашего Крыма после его освобождения от оккупантов. Ну а главное, поддерживаем наши вооруженные силы Украины, нашу разведку и всех, кто сражается за освобождение нашей земли и отражение российского колонизаторского нашествия. От Харьковщины и Херсона, Донецка и Энергодара, станицы Луганской и Ялты, Бердянска и Новофедоровки – все это части нашей страны, все это Украина, которая будет полностью свободной. Подписал сегодня новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Общее количество награжденных украинских воинов уже превышает 26 тысяч за период с 24 февраля. Я благодарю каждого, каждую, кто защищает Украину. Вечная слава всем воюющим за свободу. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...